Разговор о стиле мы начинаем прямо сейчас. И если в вашем гардеробе вещи вам уже надоели, посмотрите на гардероб, который рядом. Я думала, если в вашем гардеробе есть мужик, то заберите у него его гардероб. Почему бы нет? Давайте представим нашего гостя. У нас в студии уже появилась Татьяна Краскова, персональный фэшн-стилист, которая сейчас нас с вами научит правильно использовать мужские пиджаки в женском гардеробе. Доброе утро. Доброе утро. Вообще, эта история про мужские пиджаки, она актуальна для повседневной жизни? Или это для фоточки в инсту, и все? Нет, это очень актуально. Благодаря Марлен Дитриху начала 30-х годов 20-го века мужские элементы гардероба вошли очень быстро и резко в женский гардероб, перекочевали. Я считаю, что мужской хороший базовый пиджак должен быть у каждой леди. Это прям реальный пиджак из мужского отдела? Реально. Вот мужской отдел, только здесь крой более увеличенный, широкий. А вот мужской, они отличаются от женского чем? Во-первых, у них силуэт и крой более прямоугольный и удлиненный. Да, ну вот если даже сравнить с вашим жакетом. Давайте мы сравним с вашим жакетом. То есть у меня он фасонтером другой. Да, мужской пиджак, он всегда идет прямоугольного кроя с увеличенным плечом. Ну и пуговицы с другой стороны. Да, но сейчас уже нет никаких гендерных условностей, потому что если посмотреть последние показы известных дизайнеров, Баленсиага и, допустим, посмотреть на Ким Кардашенто, все мужские жакеты. И, кстати, не только перекочевали мужские жакеты в женский гардероб, но также и рубашка мужская из мужского отдела, хузи, это тоже все мужское. Ну рубашка-то мужская, это классика, посидеть на подоконнике, погрустить с бокальчиком. Или утром не грустить, а готовить завтрак с каким-то игривым настроением. Да, так же, как надеть на белье, грубо говоря, с туфлями, удлиненный мужской пиджак. Ну, мне кажется, это будет гораздо выигрышнее, нежели чем вечернее платье. Вот как раз про эти комбинации, как их можно составлять. Вот первый образ туфли, минимум других каких-то аксессуаров, может быть мини, да, под этим платьем? Конечно, да. Да, если, допустим, длина слишком где-то, ну, фривольная, то можно одеть мини-платье, шорты, мини-юбку под жакет. Ремень нужен в этом случае или оставляем так? Все зависит от телосложения девушки. Если девушка стройная, рост выше среднего, то можно одевать с ремнем, потому что это не дисгармонирует ее фигуру. Если девушка ростом невысокого и имеет пышную грудь, то лучше оставить прямую линию однобортного жакета. То есть без ремня. Еще комбинации? Классическая комбинация – это, естественно, широкие прямые джинсы, жакет. Под жакет можно застилизовать белую мужскую рубаху. Это будет выглядеть на повседневный гардероб, на работу, на учебу, куда угодно, на встречи. У нас получается все широкое. Я знаю девушек, которые, в принципе, имеют все данные для того, чтобы носить вот такого рода образы, но переживают, что это будет их полнить за счет того, что все широкое. И нигде нет притажности. Самое главное, есть такой нюанс, сейчас нет никаких условностей по цветотипированию, по делению фигуры на яблоко, груша, треугольник – это все прошлый век. Гармония для девушки средний комплекс. Ну, как правило, это от 46-го до 48-го размера, может, даже 50-й, да, где-то там бедра у кого-то широкие. А 50-й, на секундочку, это я. Мне кажется, побольше, нет? 50-52. 50-52. Ну, стройно же. В конце недели я 50, в начале недели 52 после выходных. Ты в вес, наверное, называешь этот размер. Самое главное, чтобы была гармония. То есть, если у нас оверсайз-жакет, это не оверсайз, это не 60-й размер, это 48-й, ну, 46-48 размер. Вот на мне оверсайз – это 50-й, то есть он уже пошире. Если мы грамотно подбираем низ, то фигура не будет дисграмонироваться, она не будет резать, женщина не будет казаться полнее и объемнее от этого. Также, если смущает факт того, что обилие оверсайза, можно рассматривать варианты, как мужской жакет с шелковыми вещами. Это, например, шелковая юбка довольно-таки узкого кроя, который облегает бедра. Также шелковые брюки летящие, они тоже добавляют легкости в образ. То есть что-то максимально женственное на контрасте с этим мужским пиджаком? Максимально женственное – это шелк, это шелк, это платье в стиле 90-х, платье-сорочка, оно полностью обтягивающее, полностью подчеркивающее фигуру. И, кстати, с ним можно носить жакет, просто накинув на плечи. Даже не обязательно его полностью одевать, достаточно накинуть на плечи. Всем женщинам это идет, всем девушкам можно рисковать и забирать пиджак? Да, да. Нету здесь каких-то стопов? Стопов нет, единственный стоп я всегда советую. Чтобы выглядеть стильно, жакет, пиджак должен быть очень хорошего качества. То есть надо обратить внимание на крой, на качество ткани, на посадку. Это самые основные вещи. То есть он может стоить не баснословных денег. Образно говоря, на онлайн-ритейле, на Asus можно купить мужской жакет со скидкой за полторы тысячи рублей. Но он будет на 80% из натуральной ткани. У него будет очень хорошая посадка. И он будет выглядеть очень сногсшибательно. Поэтому я всем девушкам в гардероб советую мужской жакет. Ну, в общем, мы забрали у вас ваш гардероб. Теперь вас надо как-то приучить носить юбочки шелковые, боди. Что вы у нас еще можете перенять в ваш гардероб? В качестве компенсации. Спасибо, Татьяна. Спасибо. Вы перевернули мир Екатерины. И теперь, когда будет ее следующий эфир, мы ее, возможно, не узнаем. Я буду в пиджаке на голое тело, как Ким Кардашьян. Вот это уже интересно посмотреть. Татьяна Краскова была у нас в гостях, стилист и фэшн-эксперт. Фэшн-эксперт. Да. Мы поговорили про мужские пиджаки. Все. Пользуйтесь этой информацией и меняйте свои образы.